А, сделала ли? Нет, конечно. А мне, говорит, сделала. Я говорю, нет. Ты что, уже наврал, что ли? Я не была. Ты сказала, я спросил, что ты в руки сделала. Она говорит, сделала. У нас в семье трое детей. И троем все родились с нарушением зрения. У всех у них как куриная слепота, чуть-чуть темнеет. Даже они мне говорят, во сколько сейчас уже солнце сядет. Тогда они уже перестают видеть. Но вот днем они как бы видят просто облик. Облик человека. Облик домов, зданий они видят. А Маврос Либера – наследственное заболевание сетчатки глаза. 27 лет назад именно оно изменило жизнь семьи Будаевых. Оказывается, мы являемся проводником этой болезни. Дети у нас следовали, получается, от нас вот эту болезнь. Ну, у нас, получается, по одному гену сидят мутации. И когда дети рождались, и не получили вот эти два гена при рождении. Старшему сыну 27 лет. Сейчас он входит в Паралимпийскую сборную России по легкой атлетике. Младший в свои, 24, занимается триатлоном. Все эти годы старания врачей не давали результатов. Даже вот я, мама, пройдусь мимо них сейчас, да, молча. Они меня не узнают. Они вот по голосу вот только. Все время супруги мечтали о дочке. Так, 10 лет назад у них родилась Мария. За рикто и серендума надеялись, что спустя 13 лет болезнь обойдет третьего ребенка. Она так же вот тоже только на яркий свет реагировала. Папа, ты тоже плохо видишь, да? Ну, ничего не видишь вот так вот. Вот это самое вот трогательное, вот когда вот так вот говорят. Да, и старший сын тоже говорил, почему я такой родился. И средний тоже говорил, и доченька тоже говорили. Ну, вот объясняли вот. Сейчас Маша в третьем классе коррекционной школы. Хорошо учится и любит рисовать. Спрашивала, а почему, когда становится вечер, мне хуже становится видно. И просила маму с папой, чтобы у нас там больше света установили. И там в школе есть слепые дети, конечно же, год на год. Ну, я хоть что-то вижу, вот, успокаивала как бы себя тоже, да. В феврале этого года благотворительный фонд «Круг добра» подарил девочке новое зрение. Ей поставили два укола почти за 850 тысяч долларов. Ранее такого препарата не было в России. В прошлом году компания закупила их для шестерых детей, и Маша вошла в список счастливчиков. Она сейчас видит то, что не видела. Она прямо вот меня аж трогала. Вот какая интересная кожа у тебя, мама. Вот какие там родинки у тебя. Она раньше не видела вообще. И получается, у меня сыновья тоже вот это все не видят. Вечером начала маму видеть немного. Ну, силуэт. А вечером, то есть раньше ты даже силуэты не видела? Не видела. У нее на лице какие-то пятна были. Ну, веснушки, родинки. Я их сначала не видела, а в больнице уже увидела. Что у мамы спросила? Я спросила у мамы, ну, у мамы, а почему у нас такая кожа интересная? А мам сказала, что у нее это давно. Текст бывает, а вот на этикетках, например, вот, то, что я вот не видел, вот, я ей показывал, она видит. Видит это, да, читает, да. Я так пару раз делал, тоже, срок годности она спрашивал, показывала. Увидела, я не вижу, я не вижу, просто она видела. Мы хотели, конечно же, выразить огромную благодарность благотворительному фонду «Круг добра» за их помощь. Ну, и за то, что они есть, и за то, что они делают такое добро детям. Хоть препараты не гарантируют стопроцентного зрения, самое главное, он останавливает процесс болезни. Теперь Маше нужно до конца жизни раз в год проходить обследование. Но для семьи Будаевых это не проблема. Главный страх позади. Алтан Мункуй, Валдар Домбаев, телекомпания АТВ.